С 1 января все инвалиды Кировской области, проживающие в частных домах, будут получать ежемесячную социальную выплату из областного бюджета в размере 106 рублей 60 копеек. Раньше на нее могли рассчитывать только те инвалиды, у кого пенсия не превышала 5500 рублей. С января эта граница отменена, соответственно и на выплату могут рассчитывать все без исключения инвалиды, проживающие в частном жилом фонде, независимо от размера их пенсии. Таких в области 80 тысяч человек. Узнав о пособии, люди отправились оформлять необходимые документы в управление соцзащиты. Дмитрий Житарчук о том, что в итоге вышло. Больше получаса на морозе до открытия этого отделения соцзащиты на Октябрьском проспекте. И еще где-то час стоят инвалиды в очереди в коридорах заведения до заветного окна. И все для того, чтобы услышать. 106 рублей с 01.02.2014 года. До недавнего времени эту ежемесячную социальную выплату получали инвалиды при двух условиях. Проживают они в своем доме, а пенсия не больше 5500 рублей. Таких во всей области было не более 3000 человек. С нового года правила изменились. Второе условие исчезло. Рассчитывать на выплату можно теперь независимо от размера пенсии. И здесь речь идет уже не о трех, а о 80 тысячах инвалидов. В органах соцзащиты уже несколько недель не протолкнутся. Те, кому выплата не предоставлялась раньше, стараются быстрее оформить документы. Обстановка нервозная. Многие ссылаются на недостаток информации. Когда, куда идти и какие документы брать. Галине Самыловой на костылях пришлось добираться сюда с другого конца города. Устала. В том числе и ждать свою очередь. Повезло еще, что была свободная скамейка. Не понимает одного. Все ее данные и в пенсионном фонде, и в органах соцзащиты уже есть. Зачем заново все оформлять? Причем инвалиду лично. Я считаю, что это как-то надо было централизовать и не гонять людей. Вот все же инвалиды, все с тросточками, с палочками. Есть в возрасте люди. Как бы непродуманно, я считаю, что это все сделано. Ну а вот стоит того, чтобы там с этой суммой, вроде небольшая, стоять, считать? Вы знаете, наверное, стоит, потому что пенсии очень маленькие. Видите как? Конец месяца люди потеряют месячную льготу. И таких людей знаете сколько? А люди стояли на морозе. Подобные претензии в департаменте соцразвития принимают. И, кстати, подтверждают, выплаты действительно будут начисляться только через месяц после ее оформления. Оформил в январе, получишь в марте за февраль. Грубо говоря, январскую выплату те, кто оформляет ее заново сейчас, не получат. Хотя январские 106 рублей для десятков тысяч новых получателей были заложены в бюджете. Принимать документы в декабре месяце я не имел правовых оснований. Когда была отклонена поправка о переносе закона на 1 января 2015 года, не имел права, поскольку закон еще в силу-то свою законную не вступил. Деньги-то заложены? То есть, если человек пришел в марте, он получит в апреле, а за январь, февраль? Тужно ли как-то рассчитывать? Вы знаете, здесь нет единой практики ни в субъектах Российской Федерации, ни, собственно, на федеральном уровне. Остается инвалидам только поторопиться. Специалисты департамента дают себе еще полтора месяца, чтобы успеть поставить на учет всех инвалидов. На данный момент осталось еще 50 тысяч человек. Таким образом, вероятность того, что и февральскую выплату кто-то не получит, также сохраняется. Впрочем, соцработники работают сегодня в авральном режиме. На работу выведены дополнительные специалисты. В Кирове подать документы можно в четырех местах. На Октябрьском проспекте 105, на Карла Маркса 54, Воровского 79 и в Нововязке по адресу Клубная 19. Ежедневно с 8 до 5 вечера. Дмитрий Житарчук, Александр Брызгалов, Бюро новостей.